Привет, наши дорогие зрители! Сегодня у нас обзор, знаете чего? Ни за что не догадаетесь. Да, вот этой чудесной книжечке Imperial Armor Astro Militarum И неожиданно здесь находится еще Титан, но не важно. Кому они нужны? Да, обозреваем сегодня его неожиданно не Денис. Потому что что Дед Денис пинает кое-что. В трениках. В трениках. Вы знаете, что он пинает. Пока мы работаем. А мы, это я, я даже не буду представляться, потому что я знаменитость, естественно. И знаменитый, знаменитый студент. Распишется мне потом на какой-нибудь интимной части? Конечно, да. Только за то, что за интимные услуги, но не важно. Может, перескуратно посмотрим. Первая минута обзора, гейские шутки не останавливаются. Ну, за этим мы сюда и пришли. Ну, студента, вы, думаю, помните по репортам, где он, как то его же утверждение на... Проебывает, как правило. Да, всегда. Не всегда. Ну, так, ну, процентов 75. Ну, ладно, зато он знает про игешников и про ренегатов. Ну, кто-то же должен это знать. Да, на самом деле, в Москве, наверное, один из человек, там, пяти, кто вообще играл хоть за ренегатов хоть раз. И я единственный, у кого более-менее смазливая рожа, так что я здесь, ребят. Извините, покемона не получилось позвать, да. Он в кадр не влез. Ладно, пора начинать обзор каких-то правил. Да там два с половиной юнита еще там. Да, прежде чем... Простарует. Да. Гейские шутки мы еще пошутим наши. Начнем мы обозревать не в совсем порядке книжки, а начнем с того, в чем я хотя бы более-менее разбираюсь. Неожиданно с ренегатов и еретиков. У меня с этим листом очень трудная история. Я воротил от него рожу, большую часть седьмой редакции. Но потом, когда гвардия уже просто встала поперед глотки, я купил арту. И, в общем-то, было весело, Миш. Ну да. Было весело. Это была одна из таких седьмой редакции, в отличие от обычных эгэшников, как бы это странно не звучало, можно было бы набрать такую тонну артищи просто. И просто твой противник сидит, и ты такой... Я кидаю тебе шаблоны и 5-5. И такой просто, у меня еще шаблон, сколько у тебя всего шаблонов? У меня их 128. Вот знаете, господа, я обзавелся 16-ю скатерами. Просто, чтобы ускорить процесс кидания вот этого мультипл-баража, знаете, с парильных мортир. Там что-то около 30 шаблонов влетало, и просто это... Ну, да. Короче, чтобы вы понимали, в семерке, до того, как мы начнем это озвучить, все эти правила, в семерке это была армия, сильно, в принципе, отличающаяся от эгэшников, в том плане то, что они были вроде бы вешенки-бомжи, а эти еще были бомжей были, они были дешевле. Казалось бы, уж куда, да? Да, в целом, каждый отряд, как минимум, стоил на 10 очков подешевле, потому что у них был хуже баллистик. И можно было докупать, но вы никогда его не докупали, естественно, потому что нахренал. Зачем баллистик-бласту, ребят? Да. И это было просто тонна арты. То есть у вас, скорее, выбор был не брать, там, максимум этой арты, потому что у вас или не было моделей, или вы просто устанете. Ну, серьезно, вы могли взять, по-моему, что-то около 900 очков всего стоило набрать себе арты полевой, чтобы у вас было, получается, да, вон, 128 шаблонов 5.5. Друзья мои, я не шучу. Вот собираешь ростер на полторашку, такой, блин, еще 200 очей. И куда они... Чем их забить? Вот, ну, обычно всегда были НДП с ХСМ, и вот начинался этот анонизм, извините. То есть там какого-нибудь Игор Блат им там взять, Бун оф Мутейшн, ааа, куда деть все эти очки? Да, и вот вышел, значит, наш восьмерка, и под нее ИА. И мы такие берем, ох, ленигаты, ну что ж тут дали? И мы такие... Ну, я бы сказал, что дали, но что-нибудь задолбается запикиваться. Дали, да, не то, что слегка хотели, а, как скажем, да, может, чтобы не запикили. Дали врата, скажем так. В целом, в чем, в чем главное отличие от семерки? По сути, это те же ИГшники. Да, только у них кейворд Империум меняется на кейворд Хаус, и, как бы, кейворд Регимент, полк, он меняется на Ренегейтс Инхеретикс. То есть создать свой собственный полк ренегатов, увы, не получится. Да, в чем, как бы, сразу, как бы, минус и плюс, конечно, какой-то. Теперь у нас баллистик также такой же, как ИГшный в средней, 4+. Его больше нельзя докупать. Да. Для ряда юнитов, ну, это нормально. Они стоят как ИГшные, но вы бы докупили им баллистик все равно, так как бластов больше нет. А вот для ряда таких исконно-ренегатских юнитов это, блин, огромная проблема, потому что, ну, вы как орки. Да. Только не можете ни хера в ХТХ. Да. В чем отличие от, как их, ИГшников? В том, что у нас, значит, остались пара обилок, типа, как-то шатковалка, перелезшие очень коряво из семерки. И это такие царские обилки. Да. Одна из которых раньше была, это Uncertain Wars, это то, что у нас был рандомный ледак у всех юнитов. Ледак был 4 плюс D6. От пятого до десятого. Да. Теперь, ну, слегка не так, потому что теперь он у нас D6 плюс 2. То есть, в принципе, максимум 8. Ну да. В принципе, конечно, у всех ледак просел. Я сказал слово принципы уже, наверное, раз в миллион, но неважно. Эй, 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 у нас большой лимит на это слово. Да, да, да. Потом у нас будем еще воспотреблять другие слова. Вот. И, конечно, да, ледак как бы в целом в редакции меньше у всех стал. Но, скажем так, восьмой ледак, то есть у вас средний. Раньше у линегатора получается средний ледак был где-то восьмой. Теперь у вас средний будет, ну, пятый, шестой. Ну, забежим немножечко вперед. Есть способы как-то минимизировать потери на ледаках. Да. Но вот то лицо, которое вам показывал ваш оппонент, когда последний бомб с наточки накидывал себе десятый ледак, его уже не вернуть. Никогда, да. А другое, значит, перетекшее у нас правило, это хаос-ковенант. Раньше оно очень странно работало, на самом деле из-за двух книжек по ренегатам. Там было коряво иногда с бонусами, но как бы не о них сейчас речь, там были интересные бонусы. Тут теперь оно работает как? У вас, если ваш варлорд обладает правилом, собственно, хаос-ковенант, вы можете выдать ему принадлежность к какому-то из богов. Даже немножечко не так. Это должен быть обязательный ренегат-командир. Да, да. Ну, он единственный, собственно, по-моему, кто у нас из хаос, именно из-за ренегатов, кто может вообще использовать это правило. Ну, да. Раньше ковенант это был апгрейд. Сейчас ваш варлорд, ну, то бишь ренегат-командир, получает его беспроладно. Вы просто называете вначале, ну, вообще на составление ростера, какой у него ковенант. И вся ваша армия, у которой есть кейворд, дезаптно, хаос-ковенант, получает определенную плюшку. А плюшки стали, небольшой спойлер, меньше, чем раньше. То есть раньше мы там могли получить и плюс один на снапшоты, и шестую ФНП. А вы знаете, что шестой ФНП в пятне из 50 моделей, это штука полезная. И рерол на пробитие, и флит. Сейчас плюшки стали поменьше. Да. Начинай. Давай, хорняцкая. Плюс одна силы на чарже. ФЧ. ФЧ. Как бы, есть ли толк в нем? По большей части, нет. Вы будете бить четвертой силой с чем же. У вас есть парочка типов хтх-шных юнитов в кодексе, не у всех, у которых есть. Начинай с тем, что хаос-ковенант. Это так. И использовать, ну, вы можете, конечно, оглинов хаос-итских поводить. Нет. Ну, это так на будущее. Это потом мы вам увидим, почему вы их вряд ли будете водить. Или, может, будете, конечно. Вот следующий ковенант, просто мой любимый. А-а-а. Ковенант Нурглая. Да. Шестой инволь от стрельбы с силой 4 и меньше. Давай, вот просто синхронно. Спасибо, ГВ. Даже какие лучшие вообще. Хрен знает вообще вот зачем он нужен. Потому что у нас так, давай просто, по приколу я сейчас так открою, рандомную страницу, да, ренегатов. И мы такие смотрим, какой-нибудь сейв какой. Шестой, да? Вот. Начнем с того, я знаю, не так много оружия с силой. Да. И выше без рунда. Да, и получается, как бы, прикол в том, что стреляет вас болтером, у вас есть шестой армор. Как нахрена вам этот инволь нужен? Есть очень мало, да, оружия, у которого нет ренда, и у которого сила была бы еще ниже 4. Ну, то есть, у нее, обычно у силы, которая 4 и меньше у оружия, у нее нет ренда. Нахрена вам взялся этот сраный шестой инволь? Не знаю, у многих персонажей, скорее всего, будет сейф лучше кидать даже у вас, чем этот инволь. Кто знает? Что? Кринанс Ланиш, самый, по-моему, адекватный из этого набора, он делает вас, небольшой спойлер, чуть-чуть быстрее. Да, ну, что-то типа, как это назвать? Что-то типа флита в новой редакции. Да, ну, такой. Да, вы, значит, когда адванситесь, вы кидаете... Два куба с выбором наибольшего. Два куба наибольшего, да. И на чардж что-то. На чарджет три куба. На чарджет три куба. И наименьший отбрасываете. Да, в принципе, хорошо. Другой момент, то, что, опять, сильно ли нам полезно? Полезно ли нам стрелковой армии адванситься? Ну, как бы, сами подумайте. Как бы, понимаете, когда лист ренегатов спит, ему снится, что это хтхшная армия. Но потом он просыпается и... Нет, да. А идти в чардж, ну, как бы, ну, вперед, идите своими ренегатами в чардж, и вас там всех закопают. Если вы думаете, что чарджет культистами, это плохая идея, по чарджете ренегатами. А мы вам расскажем еще, в чем вот проблемы. У них их больше, чем этот И, наверное, самый, ну, куда не шло нормальный ковенант, этот Зенчевый. Потому что он дает плюс один на овервотче стрельбы. А знаешь, я вот тут подумал, у нас в ролейбуке же на овервотче написано. Вне зависимости, какие модифайеры, ты попадаешь только на шестерку. Да, но там, правда, к стрельбе. Тут-то точно, наверное, точно на пятерке. Пока что это, наверное, второй случай вообще на моей памяти, кто может на нас, на овервотче лучше стрелять. Это Тифус неожиданно своими гранатами на 5+, но он, правда, и стреляет ими, и овервотчит всегда на 5+. И получается вот с этим модификатором. Учитывая, какой у вас баллистик, это внеочередная шутинг-фаза, по сути. Да, вы что так стреляете, что так, разницы нет. Большая, в чем, вроде бы прикольно, но у нас, по-моему, если... Сейчас я, может, обосрусь, и не из 30-х вырезать. Давай! У техники у нас нету хаос-кавенанта. Бинго! Именно. А кто у нас в основном стреляет, догадайтесь с трех раз. Кто самый умный, поднимите ручку в зале, да. Правильно, у нас стреляет техника. Причем, знаете, в чем главный дебилизм? У нас же теперь не клюшник стреляет с арты, у нас арта сама стреляет. А клюшник такой стоит на-на-на-на-на-я, вервочу с лазгана на 5+. Да, то есть у вас стоит арта, там та же у трапира, да, там типа, у меня 12 выстрелов на 6+, и такой игрышник, у меня два выстрела, я могу выстрелить на 5+, ура, третьей силой. Хрен там был, никуда никого ты не бьешь из стороны. Ну, еще у нас тут есть большой достаточно список юнитов имперской гвардии, которые ренегаты могут взять к себе, предварительно заменив два кейворда. Да, которые мы озвучивали в начале. Да, Space вам его покажет, скорее всего, тут будет специальный эффект. Не понимаю, не покажет. Да, зараза. Значит, в общем-то, что я хочу вам сказать, ренегаты любят огнестрельное оружие. То есть, если это огнестрельная арта, вы можете ее взять, скорее всего. Исключение, раз что рапира с лазером. Собственно, ренегаты уже который год не могут в Монтикоро, я полагаю, собственно, потому, что они подходят, смотрят на нее и думают, а здесь дуло, а где снаряд заправлять? Кто дуло забил? Почему-то дуло забито этой острой штукой, да. Да, собственно, лимонрасы гостовые, обычные. Мы потом будем обозревать юниты фарджовых лимонрасов, вот их нельзя. Да. А из супер-хэви все еще только бейнблейд. Да. Я не знаю, почему... Такие хотите шаду-сворд, вот как бы ГВ такой тебе вот так вот, вот так вот, на тебе, на тебе. Ну, как бы, моя идея заключается в том, что вот мы никогда не видим бейнблейды на столах. Они все в армиях ренегаты. Да, именно, ренегаты утащили, а ренегаты как бы не вылазят просто из своих норм. В целом, короче, получается, как, чтобы вы понимали, устроена армия. У вас есть отдельное, тут не такое уж большое количество листов именно ренегатов, а большая часть юнитов это именно эгэшники. Просто заменяющиеся на, вот, пример, вот химера, да, какая-нибудь, она просто заменяется. Это обычная химера. Такая же химера, один в один, просто у нее меняются кейворды. Ну, и катает она ренегату, соответственно. Да, и, наверное, озвучим только еще психосилы. И ты такой... Давай-давай-давай, начинай. Ладно, психосилы, у вас есть целых три психосилы. Ну, как у большинства сейчас без кодексных юнитов. У юнитов, что я говорю, фракций. Значит, психосилы. Первое, варпфлюкс. Сложность, сложность аж целых семь. Кстати, замечу, очень странно, очень тяжелые все косты тут получаются. А я тебе к тому объясню, почему. Ну, ладно. Сложность семь. Значит, мы выбираем юнит в двенадцати, который ловит Д3 морталок, техника ловит Д6. Ну, не самый плохой каст, на самом деле, потому что... По сути, это смайтуха, которую можно выцеливать. Да, или нормально кодс технику, спокойно, без... Ну, то есть, вам не надо накидывать там большой результат, вы даже там вот 7 плюс выкинули, все. Ну, да, скорее всего, 7 вы прокинете. Да, Д6 по технике, о чем нет, в принципе, неплохо. А второй каст, тоже сложность семь, Криппинг Террор. Очень страшное название. Очень даже. Если страшное название, значит Адхаус. Да, да, да. Значит, кастится на юнит двенадцати противника, и когда юнит проходит морали, он вычитает из нее Д3. Ну, может пригодится иногда. Скажу так. Ну, знаете, небольшой спойлер, опять же, я уже третий раз сказал небольшой спойлер, надо завязывать. Тут все псайкеры могут кастовать максимум одну псикосюбу. Да, поэтому... Эту вы, скорее всего, кастить не будете. Вы, скорее всего, просто... На будущее вы кастите Warp Flux, и вы кастите Smite. Там, кстати, по факу чуть-чуть воргинг изменили. Там просто, типа, на весь ход вычитает Д3 свои лидершип-характеристики. Ну, в принципе, ничего не меняет. Суть это не меняет. А, не, ну, меняет, наверное, если у вас... Ты играешь, у тебя в армии еще есть Серые Рыцари, и кто-то у них этот Майндворд. Да, да, Серые Рыцари с Ренегатами. Самые бэковые, я вот буду так играть потом. И последний спелл, Unnatural Vigar, значит, сложность 10. Вы такие, давай, кастишь, просто вперед. Кастится, неожиданно, наконец-таки, на своих в шести. И позволяет реролить чарж и хиты, и ту вунт, и хатаха. И ты такой, что? И ты про мякту скажи самое главное. Да, да. И юнит получает в мораль фазу, правда, в начале мораль фазы, да три мартала. Обязательно выведите своих чарктеров из этой ауры. Да. Они тут побольше шесть, это трехвундовые, ребята. Да, да, что-то важно, не то, что вы юнит, вы все юниты в шести, как бы, работают. Кроме себя. Да, и ты такой, нет, и на себя тоже. А, нет, да, и мне написано, нет, значит, ну, хоть себя... Ты тут меня не путаешь. Хоть себя не убьешь. Ну, то есть, короче, да, как бы, нет, в принципе, мог бы быть хороший баф, но проблема с кастей 10+, это, как бы, нихрена себе каст, да. То есть, учитывая, что у нас, скажу сразу, нет никаких бонусов у вас к касту. Он вред. Ну, ладно, потом, да, ну, то есть, там, короче... Это так себе бонус. Так себе бонус, да, то есть, короче, у вас это не гарантированная фигня, а это, опять же, ориентированно на ХТХ. Если вы такой, я ХТХ-шную армию себе набрал, или не гад, ну, предположим, вы что-то там наваяли себе, да, приходишь такой в ХТХ, и ты не прокастил. И такой, привет. И, знаете, вот как, так медленно-медленно отъезжать, значит, с таким звуком. Пип, пип, пип. Так что, вот такая у нас чудесная школа. Ну, давайте же смотреть юнили. Юнили, значит, у нас хакушник, главный хакушник, ренегат-командер. Собственно, мы обязаны его брать, на самом деле, по-хорошему, потому что... Если мы хотим пользоваться ковенантом. Да, потому что у нас единственный, кто может раздавать это правило остальным. Эх, архидемагог, кем ты стал? И это ИГ-шный командир. Суть этот, компани-командер. Ну, с рандомным ледаком, разумеется. Он также своровал себе где-то пятый инвуль. Командовать он не может. Ну, ничего неожиданного. У него есть спецправила фанатик, который несколько разгоняет ему рандомный ледак. Там что-то типа Д6 плюс 3. Да, у него не плюс 2, а плюс 3 он раздает. То есть, потенциально до девятого. Ну, ну, окей. Учитывая, что он его не шарит. Да, и как бы вот вы такие, ну, и в чем его особенности, а больше ни в чем. То есть, как бы, вот вы взяли его для ковенанта, а дальше все. Забили вообще на него. То есть, он не рейтинг единичек не раздает, не ледачок. То есть, просто, ну, такой мужик. А, это, кстати, первый опущенец в этом листе, который изначально не имел кейворда Чариктора. Да, тут слегка забыли ему предоставить кейворд Чариктора. В факте, конечно, поправили. Ну, мелочи, мелочи. Просто понимаете, лист ренегатов в самом конце книги. Я подозреваю, что они уже просто устали. Устали, да. Это если мы обзор писали, знаешь, начиная с начала книжки, тоже в конце. Что там кейворды, да, там, Chaos, Renegades and Heretics, ну, и все, да. И неважно, да, ну, хватит, ему хватит, да. Ничего не больше не делают, пусть там дохнет, да, себе. В целом, короче, вам нужен только один этот персонаж, просто, чтобы раздать ковенант. И то, как бы, мы сами знаем, как ковенант сейчас работает, не всегда он полезен. Ну, скорее всего, ничего вы раздаете, и все. Ну, вы можете ему дать, там, не знаю, кулак. И такой он шестой силой с третьим ВСом, такой я он. Да, пятого совета. Да, сейчас он всем наваляет, а тут целых три атаки. Ух, кулаком, как наверняк. На четыре плюсы. Да, прям всех размажет. Ладно, короче, он не нужен. Да. Давайте поговорим о следующем. Да, и следующее, вот, как бы, привет, восьмерка и лимиты, сразу же скажем. Почему? Потому что неожиданно у нас такой персонаж, вначале мы просто озвучим его правила, давай. Малефик Лорд. По сути, бомжара, вот бомжара, но неожиданно, с какого-то хрена, у него четвертая, это Фнай, четыре вунды. Ну, Псайкер. Псайкер, да. Сила хаоса. Разжирел на этих, на барповых дрожжях, да, такой угол. Это четвертый инвуль, между прочим, там, примарь, Псайкер в углу плачет. Да, четвертый инвуль, неожиданно, то есть, начнем с того, что у нас каких-то царков, у них нет инвуля, а у него есть. Он особенный. Он очень особенный. У него фиксированный ледак, восьмой. Да, то есть, ему не надо там, не обосреться, если что, не будет бегать там с каким-нибудь пятым. При этом кастит он одну силу. Ну, он, соответственно, на этой школе, но, скорее всего, вы, естественно, что будете сказать, кастить больше все ситуации с Майтуху. Ну, либо с Майтуху, либо к первой, кажется. Да, и вы могли подумать, ну, такой себе парень, да, но у него еще есть одно правило, скорее, забавное, чем прям суперполезное, но, скорее, просто прикол такой вот вам. Варк Пассешн. Значит, если вы ловите перельцы, да, и выживаете после этого, неожиданно он заменяет свой ВС четвертый на второй, неожиданно сила у него становится восьмая вместо третий, а так у него становится пять вместо трех, и он получает рент второй, кажется. Второй. И дамаг второй. То есть, короче, он такой, бежит такой, я тебя кащу, кащу, и просто такой перила ловит, и в него просто этот дух Брюс Али, и он такой, оооо, сейчас вебучь тебе дам, просто. Причем вишенка на торте, у него нет никакого варгера, он кулаками делает. Да, да, у него даже специально называется Bear Hands, короче, он просто, он такой просто щас, я такой, на-на. И, как бы, нет, на самом деле, как бы, вроде кажется бред-бредом, но если вы словили перила, и у вас там на Overwatch он не сдохнет, по чаржев, пять атак на два плюс восьмой силой, ну, вы так техники, на самом деле, можете навешать, там, будь здоров, или каким-то отрядом, чей эректора кого-то можете завалить. Не, ну, понятно, что на это закладываться бессмысленно, в общем-то, да, и получил он Д3 вундов, и что, в одной вунде такой ходит? Да, но, как бы, да чаржи в таком состоянии, он, конечно, раздаст люлей там нехило. Скажу вам прикол, в чем, почему, скорее всего, у вас это будет периодически проходить, потому что кастить вы будете много, очень. И один там, у вас там один-два таких чувака будут там в ход, скорее всего, могут опериливаться. Он, я тебе, извиняюсь, стоит 30 очков. Да, и вот, самое, тут мы таки приходим, почему это, как бы, привет, восьмерка, ее лимиты, этот чувак за 30 очков. И ты такой, что? А это, напомню, еще и черректор И мы получаем в итоге Черректора за 30 очей, который, соответственно, Также невыцеливаемый, который вешает Смайтухи, который не такой уж даже Дохлый, потому что четвертая тофна Четвертый инвульд 4 вунды Который еще и потенциально может кому-то и в ХТХ Раздать Короче, ХСМщики Берите своих культистов Отрезайте им пистолеты и арматуру И лимите малефик лордов Да, разрешаю Прикол, что на будущее вы можете посадить его Транспорт, но у нас, считайте, есть Ну, потенциально, наверное, три таких Транспорта, это Химера Нет Самолет обычный наш Валькирия Ну, наверное, можно Либо Валькирия, либо Арвус Лихтер Да Мы потом будем о нем рассказывать Даже не знаю, что из этого лучше будет брать Наверное, все-таки второй вариант лучше, потому что он дешевле И он именно исполняет ту задачу, которую должен Он долетает и высаживает Потому что стрелять там Надеяться на эти ласки Как бы Да нет, нет Валькирия не пострелять Там только подвигаться Ну да После высадки, разве что в рейндж Но, с другой стороны, она летает подалеко Да А Лихтер Ну, Лихтер стоит столько же, в принципе Ну да Ну, просто на первый ход вы все равно Как бы нет смысла вам высаживаться То есть А на второй ход, то, чтобы помолваться вы можете Вам не сколько чардж нужен, сколько косты А уж в 18 от противника вы, наверное, окажетесь Как-то высадившись Скорее всего, как всегда, вы высадитесь от 9 И просто, чтобы вы понимали Вот мы, например, наркоманией страдали И посчитали по очкам Вот у вас, получается, самолетик в районе Сколько сотки стоит, да? 115 115 Один чарректор стоит у нас 30 Самолетик вмещает сколько? 12, да? Бинго 30 на 12 умножаем Получается сколько у нас? 360 360 Плюс 100 460 Если это не сбили каким-то образом на первый ход Эта хрень прилетает, высаживается И у вас 12, как минимум, смайтов Хочешь небольшой трюк? Ну Лихтер может выходить в 9 дюймах Обосратушки То есть это вообще, как бы, вот, ну, как бы Это грязная имба Да И она отлично лезет на тысячу Она бы даже на 750 лезла То есть, вот, чтобы вы понимали, насколько это отбитая хрень Вы можете взять Два раза на тысячу такое говно И даже на сдаче что-то останется При этом Как бы вы скажете Если у вас, ну, типа, а как я это возьму? Ну, вот, если у вас нет ограничения по детачментам Давайте пофантазируем Да, а часто, на самом деле, сейчас проводятся турниры, на которых нет ограничения Многие забивают, типа, ну, нет ограничения детачмента Ну, Space Mundo лень регламент писать Да, иногда он пишет, а иногда нет Да И, как бы, а у нас есть такой чудесный детачмент Три хаку Один командпоинт дает нам А у нас, замечу, в одном сидит 12 А это что значит? Ммм, таблица умножения Да А, четыре таких детача? Да, а мы можем, соответственно, взять два Два раза по столько же И это у нас восемь таких детач Это восемь командпоинтов И ты такой И что? Короче, самое сложное в этой комбе Это достать модельку Арбус Лихтера Да Ну, а вот вы берете, при чем прикол Тысяча очков, вы берете два таких говна Это два диплой чойса И при этом у вас, как бы, стоит мне по 460 И вот у вас осталось еще целых 80 очков Какой-то кал берете просто, чтобы поставить его на стол Да Первый ход, бабах, все А ладно, бабах, вы пол диплой противнику с майтами разнесли Причем вы таки скажете Ну, блин, с майтами вы всех не убьете На первый ход, да А пардон, сколько смайтов? Да, начнем с того, что у вас будет, как бы, 24 смайта На тысячу очков, да Да, вы не все прокастите Предположим, ну, треть вы не прокастите, да Ну, нет, треть, окей, треть Ну, 18 смайтов вы кастанули Да, вы, конечно, не убьете В среднем это будет, даже не будем считать, Д6 18 Д3 Мортала И потом противник, конечно, сможет вас бить Но в чем прикол? Если против вас еще ХТХ-шная армия Да, им еще будет как-то более-менее нормально Почаржить вас И навалять им В ХТХ Но вот если против вас стрелковая армия Они еще в такой жопе оказываются Почему, кажется? Ну, я же перестреляю Какую-то, блин, сраный 24 бомжа А хрен там был Потому что У вас стоят такие девочи И ты такой Я сейчас их тут там Того ласка и того Та-та-та Мы чаректоры Каждый из них чаректоры И, как бы, чтобы вы понимали Стоят И даже если они на одинаковом расстоянии Два чаректора к вам стоят Да, факи вам объяснили Что если два одинакового Вы можете выбрать кого-то Но Вы выбираете именно Кто ближайший Вы не можете Разделить Стрельбу Между двумя этими чаректоры Потому что вы должны выбрать ближайшего И у вас весь отряд Уходит Стрельба От юнита За 250 очков Уходит в кого? В 30-очковую модель Которую вы еще и, возможно, не убьете Он еще и свои выпкидает То есть у вас Как бы четвертый инвуль Ну, то есть те же девочи Даже под реролом всего В Там, предположим, статистику Если кинуть там Не все попало Там три ласки пробило Вы можете кинуть Три четвертых инвуля И еще Вы можете кинуть Два четвертых инвуля Один не откинуть И вам на дамаге Там два придет Он такой Привет, ребята! Короче Просто жесть Вас, возможно, выгонят из клуба Просто к чертовой матери После первого тура Но попробовать это стоит Да Тем более, это не 420 культистов Это достаточно легко осуществить Да, то есть, по сути Это 24 модельки Бомжей Два самолетика И какую-то хрень Чтобы выставить на стол У вас 80 очков На тысячу очков На тысячу А представьте вы Если играете не на тысячу Ну, знаете Мы можем поставить здесь Такую печать Первый Играющий юнит ренегатов Да Спойлер Их будет немного Первый и последний Ну, как бы Вот этот чувак Он вобрался Как бы в себя Всю шикарность За весь лист Вот просто Павер-павер Потому что Вот серьезно Если у вас нет ограничений На детачменты Это просто жопа Вот многим армиям С этим сделать Нечего просто Вот Ну, типа Кто ему что-то может Попробовать Нет, ну это не ультиматив, конечно Да, ну то есть Есть как бы расписки Я вот не знаю, как это с брюмами сыграет Ну, вот это будет веселуха Там все друг друга Каст, динай Каст, динай Но брюмы удар держат легче Да Ну, просто прикол в том Что этих ребят Тоже почему им будет проще Чем против Против Динчитов Потому что у вас Сраных 24 динай Мало кто может Столько сполов по динай Мне кажется, брюмы Просто в хтх пойдут Потому что Ну так вероятнее Да И то, да Больше шансов Чем вот это вот И в общем Это грязь Закончим Миш, Миш, два момента Мы уже минут 15 Поем дифирамбе 30 очковому пацану Да И кажется Камера разряжается Да А это не важно Не важно? Сейчас главное 30 минут пройдет Нам перезапускать не будет Но не важно Ну я тут новенький Да Давай дальше Короче Все, вот просто мы там Облизали страницу Лучше Эй, фу Я не буду это трогать Начинаем дальше А вот теперь пошло Третий хакушник Третий хакушник Значит Этот юнит уже В старых листах ренегатов Более-менее встречался Это ковен Псакеров бомжей Раньше это был просто юнит Который Ты такой смотришь Что ты такое Потому что Я вам объясню В семерке Это был вроде бы Чарректор Бегающий Но который не был Индепом Точнее у него Сказано было Нельзя никому присоединить Ну то есть этот чувак В двух вундах В пятом инвуле Который ходил И Пытался скастить А как бы Старая школа ренегатов Была еще хуже Да И его просто Ну с болтеров Вам убивают Все Киллпойнт Ничего не сделают При том что стоило Не так уж дешево 35 очков за модель Там был А его убивают Просто пык Вот там Одну тактичка В него постреляет И убьет Так вот Собственно Ковен Переехал из элиты В Ашкью Теперь это Отряд из пяти пацанов По типу Вердвайн Цайкенов Да Значит Что у них там У них есть пятый инвуль Это собственно Единственный Их сейф Небольшой спойлер Ё-моё В четвертый раз сказал Они попадают На пятерочки В хтх И в стрельбу Правда Не то чтобы им было Чем стрелять У них тоже Только кулачки Кулакарм Нельзя Я стреляю кулаком Значит У них есть Интересное спецправило Они могут Кастить Не на двух кубах А на трех При этом как бы Все три куба Учитываются Собственно Вот ты говорил Каст со сложностью Десять Вот они явно Закладывались На этих ребят Да Но в конце Как бы Психофазы Они ловят Д3 марталок То есть Если бы очень хорошо Кидать Д3 То Ну У них У них как бы По три мунды То есть В целом У вас может умирать По пацану форт Да Но Их главная проблема В том Что они же не чарактеры Это пять бомжей Пять мундов В пятом инвуле Как только они начнут что-то кастить Их скорее всего Сбреют Ну Там Не знаю С штурмбол Ну да То есть суммарно У вас получается Пятнадцать фундов В пятом инвуле Да Отряд стоит Сто очков Что просто Дофига Это три малифка Да Просто в этом сравнении И как бы А удар совершенно не держит Да Почему И как бы кастят Они все еще Одну силу Почему Что Я не понимаю Они же идут Друг за другом Скорее всего Был один и тот же человек Который проводил Геймдизайн Да Этому 30 очков Этим сотка Че Почему Да Причем Им можно было дать Правило просто Черектор И как бы Сильно бы юнит Изменился на самом деле Он хотя бы был Более вменяемый Потому что Тогда бы у вас было Как бы больше народу И их не так Ну типа у вас народу столько же Но их не так легко убить А так просто Ну блин Серьезно Их тактичка просто У вас две тактички Постреляют и убьют И Да Но надо еще поправиться Что у них по три мунды на модель Да Ну я говорил Да ты говорил Да Пардон Вот Ну то есть как бы Вообще в идеале Как бы мне кажется Юнит должен был выглядеть Если бы это был За 20 очков Вот в соответствии с Малефиком Как тот за 30 очков Вот он у нас А у нас был бы этот чувак За 20 очков Просто один И все А не отряд сраный Ну так Как бы если у вас в кармане Есть лишние 100 очков Да Возьмите еще Малефик Лардо То есть По сути просто чем прикол Да Этот юнит Возволит вам скастить Какой-то спелл Прикол в том Что этот юнит Сдохнет сразу Вот серьезно То есть У вас единственный шанс Вот как раз его на самолете Там шандарахнуть Как-нибудь высадить Он сможет скастить Следующий ход Его все равно убьют Ну да Это какая-то очень сложная Камбуля Да А все-таки Стоит уже 100 очков 100 очков Просто ради одного Каста за всю игру Не знаю Что-то такой себе план Получается Ну да Есть альтернатива Получше Да Скажем так Спасательная веточка Этого листа Трупса Значит Небольшая прелюдия Нет Я не хочу Чтобы этот обзор Скатывался в нытье Но давай пофантазируем Короче Сидят геймдизайнеры ГВ Или фарджи Не ГВ ГВ Значит Круглый стол Значит Уже закат Они все-таки уставшие Значит Один такой встает Джентльмены Мы взяли Лист ренегатов Вырезали У них доступ Почти ко всем Супер хэви Все ковенанты Нормальные Все апгрейды Архидемагога Такие юниты Как Ренегат гренадеры Ренегат ветераны Ренегат зомби Да блин Там перечислять Задолбаться Ну да Но лист какой-то пустоватый Надо добавить Какой-то новый юнит Да Ну абсолютно новый Вот что-то Хаос Хаос Так вот Что-то Культисты Нет Но у нас же есть культисты А эти будут С рандомным ледаком Та-та-та Гениально Гениально Лучше Просто да Лучше Да 10 из 10 Так работаем Потом дальше Это коксом закидывается Пошли Вот Ну собственно Единственное отличие Помимо рандомного ледака Это то что они Почему-то только Тридцаткой набираются В то время как ХСМные могут И до 40 разгоняться И вот ты такой смотришь И причем прикол То что сейчас у нас Выходит кодекс ХСМ На момент выхода ролика Скорее всего Он уже вышел А в кодексе ХСМ Как бы Культисты стоят 4 очка за модель А тут 5 Все еще И зная с какой скоростью Форджа Выпускает обычно Факи Нет Поехали дальше Поехали дальше Следующий Ренегат Мелития Скват Мелития Ну короче Минты Минты Да Ополченцы Минты да Прибежали Собственно Это местные Конскрипты Да У них 6 сейф Ну потому что Флаг Армор Как известно Штука редкая В галактике Да Они попадают на пятерочки Ходят от 10 до 20 Могут брать в каждую пятерку спешл Вопрос зачем? Чтобы попадать на 5 плюс Не ну Как бы Хозяин барин Господа Тут как бы цены на спешл Игэшные Пониженные Да Ну опять же Это 5 плюс Это не 4 плюс Вы учтите То есть условно Вы берете 3 спешл Попадает 1 Ну как бы Все По-моему Это По-моему Единственный шанс Это огнеметы Да И мы еще Как бы В целом У них что еще есть Осталось тоже Это старое правило Из ренегатов Икона Икона Да Хаос Сигил Можно переролить куб На рандомный ледак Если не ошибаюсь Или 2 с выбором наибольшего Нет На мораль Теперь на мораль В том-то и дело Раньше это позволяло По-другому Работать Теперь это просто На мораль При прохождении морали 2 куба с выбором Наименьшего Наибольшего Ааа Флэшбеки Семерка Я опять в Вьетнам пошел Да В целом Как бы сказать вам А У них есть вокскастер У них еще и рация есть Вот вокскастер Это очень хорошо экипированные Ребята Да Это как раз позволяет вам Ледак себе ролять На 2 кубах В чем прикол Да ни в чем Да ни в чем Вот непонятно Как бы Нахрена вообще они нужны Понимаете Они проигрывают культистам Во всем Ну кроме цены Разве что Эти по 4 очков Могу идут Ну то есть Короче В целом Такий Хрен с ним Как бы Ну знаете Конскрипты Никогда не страдали От нехватки Спешелов Это не то Что им как бы Нужно А я скажу вам Все равно Они просто В вакууме Будут играть Хуже чем Конскрипты Потом мы дойдем До чего И не только Из-за 5-го СБС Своего там Обсознанного Из-за штусы Вааа Из-за херового ледака И вот потом Про ледак Отдельно будет тема Когда мы дойдем До самого Вкусного Кстати Такой Одна Юнита Который вроде бы Должен был быть Зеркальным Но А это мой Любимый Юнит Ну ладно Третья трупса Это мутанты Мутанты Раньше Мутанты Это был такой Аналог Хасидских Конскриптов Потому что У них был Сей хуже Но они могли Брать пистолет У кусок арматуры То есть Атак у них Было больше Чем у конскриптов КТХ Стоили они так же Они сейчас стоят По 3 очка Да Все еще могут Ходить 50-рыльником Что хорошо Но Значит Очевидный минус Теперь у них Только пистолет Взять этот Brutal Close Combat Weapon Нельзя То есть У них уже Одна атака Ну и чего Ну да Они так же Все еще мутируют Как и раньше Только табличку Мутации еще Расширили Потому что Ну зачем же Прорабатывать юниты Когда можно Написать рандомные таблики Когда можно мутировать Да Зачитай что ли Короче кидайте В Д6 На результатах Лучше конечно Один Просто В Д6 модели Убирайте В мое время А я имею ввиду Седьмую редакцию Такого не было Да Два-три Добавляйте Два дюйма К мууу Это пожалуй Самый лучший результат Они будут ходить На восемь Неплохо Для скрина Конечно хорошо Это большой плюс Даже там Например при фуллбоке Да Там отойти Часто может быть Не лишним Три-четыре Три-четыре Атаку добавить И вот В чем прикол На черже На черже Атаку Опять Опять Как бы типа ХТХшники Ага Вот Вот как бы Они просто Поняли Они такие ХТХшники И приют им Полный рот Насуют Ну смотри Смотри У нас камбуля Короче Вот у них На черже Плюс одна атака Мы берем Ковенант корна И на черже Плюс одна сила А знаете почему Потому что Они максимум Одну фазу проживут Да Отлично Отлично Лучше И вот как бы И собственно все Больше опять же 5-6 Тафна по-моему Ааа 6 Только 6 Тафна Да Стоп Ааа Да 6 Тафна Ам Ам Я смотрю И такой А что произойдет Если я кинул 5 Пофачили Пофачили А пофачили Ладно В книжке написано Просто 6 А ну А если я кинул 5 Извини Извини Лучше чем на 1 Так как и не умираешь А вот представляешь Ты кинул 5 И за командпоинт Переролил на единичку Нормально Это как знаешь Ласки Выстрелить 2 Дамагая И потом переролить на 1 Но в принципе Как скрин Они наверное лучше Чем культисты Потому что дешевле Да Тут просто выбираем цену Да Как ктхшники И те и те одинаково Плохие Это плюс атака Ничего не делает Да То что может умереть Даже D6 моделей Все равно Они дешевле выйдут Чем культисты Их полтинник Да Фаста Дальше как бы Страдальческий очень юнит Причем прикол Короче ладно Дальше спавн Рассказывать Про него вообще ничего не будем Это обычный спавн ХСМ Он даже стоит столько же Да Почему можно поныть По этому поводу Потому что у ренегатов Были свои спавны Дешевле Да В чем собственно Это были те же самые спавны Как бы у ХСМ Только у ХСМ Они брались от 1 до 5 А там они были 3 Но там были 3 спавна За 55 очков При том что у ХСМ Они стоили как бы Тридцатка за рыл Да Тридцатка за рыл 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 С меткой нургла То есть вы получали их По цене полутора спавнов Да Троих И это был конечно Тоже один из таких Веселых моментов Семерки Мы могли просто Такой там У них был еще детачмент Где у вас куча элиты И ты просто набираешь А я водил 18 что ли Или 21 спавн Было весело Куча бежит Раздражаешь Всех бесишь У тебя куча спавнов Бомжатских Теперь короче Это такой же спавн Как ХСМ Такую же цену А спавн ХСМ Теперь говно Так что И я просто не очень понимаю Что он тут делает Потому что Теперь у нас Все могут друг к другу Если у вас Общий кейворд Да Это абсолютно Тоже спавн У него есть Хаос Ковенант Обосвать Попачили Попачили А да Нету У него вырезали Ковенант В факе И еще Ты можешь заметить Что он тут Пехота Да Инфантери Он пехота То есть До фака Его можно было Посадить в химерку Ну нет Его попачили Он теперь бист И Ковенанта не имеет Короче все Тот же самый юнит Как в СМ Ну Я не знаю Вот не будь ГВ В Великобритании Я бы наверное Попробовал Пойти к ним Геймдизайнером Да А вот недавно Было объявление Я бы весь день Ханку жрал Ковенанту в носу И писал бы Отличный кодекс И нюхалка корей Не забывай про это Там На входе На проходе Такой там Дорожка вам пожалуйста Можно можно Если так голова болит Не ну пожалуйста На входе Эй Эй Корпоративная политика Такой ну ладно Пока не донюхаешь Свой кокаин Мороженого не получишь Ну блин Ну и приходится вот так Фаста закончилась Фаста закончилась Элита Оооо Ренегат Команд Сквад Ух Это пример Этой Бараней Уперности Фарджи Понимаете Ренегат Команд Сквад Очень странный юнит В нем Дисайплы Это типа Парни с лазганами У них пятый сейв Они попадают на 3 плюс И в хтх И в стрельбу Да Ну по сути Это что-то типа Каких-то крутых ветеранов Как бы должны быть Ну а просто раньше были Ренегат ветераны Которые выигрывали у них По всем статам Собственно Ренегат Ренегат командник У него чистость Может разгоняться До 15 Но у него Есть одна Нерешаемая проблема Он может брать Один спешл Или Одну хвтшку Вот Именно этим пальцем Да Просто Как бы Опять Вот в чем разница В чем было В семерке И сейчас В семерке Они были просто Приятным довеском К вашему Демагогу То есть Четыре парни с лаской Да Просто на халяву Считайте Вы получаете Демагогой К ним еще К нему Чего-то их чуваков Вы брали Одну хвтшку Скорее всего И сидят Где-нибудь там В углу И пуляют Внутри плюс Теперь Самостоятельный Отряд Нахрена Он нужен Тоже Как бы Ну ради Хвтшек Но опять же Одна Ну как бы Чисто теоретически Им не прописали Вот это вот Ограничение Что Ну знаешь Как у эгешников Командник На каждого хакушника Не хакушника А командира У них этого ограничения нет То есть Если вам очень хочется Вы можете заспамить Много-много-много-много Таких маленьких отрядов Но учитывая Что ренегаты Имеют доступ к рапирам Да возьмите рапиру Лучше Она дороже Но и поинтереснее Ну тут как бы Да Ну один выстрел с лаской Вы возьмете Одну автопушку Ну Просто забудьте О том Чтобы ходить первым Да Да И при этом Как бы Их отличия Все это Они не Как бы Что они могут делать Они могут взять тряпку Даже две тряпки Да И вот просто Одна Ты смотришь Такая одна тряпка Охренительней Другой Просто Первая тряпка Баннер Все юниты Империума Вычитают Один из ледака В шести дюймах Это видимо Очень грязная тряпка Значит такая Ей мыли полы Два часа От нее воняет Да-да Это знаешь Это было раньше Знамя Они просто Такой бежит Знамя тяжелая Они эти Игрешники Слабые Ленегаты И он такой бежит И роняет его Роняет его Роняет И вот через какое-то время Просто такая грязная тряпища И такие Фу такие имперцы Фу говно Фу бомж Уйди отсюда Что ты принес Захаз Захаз Говном Тебе по лицу там мажет Тоже роняет на голову Они ледак поэтому теряют Зато вторая тряпка Она может сделать из вас Вульфинов Ну почти вульфинов Короче В шести дюймах от вас Умеревшие Ленегаты Елетики Может Сделать Ну как бы Тут у большинства Одна атака Но как бы Если бы он мог сделать Свой сет атак Это было бы интересно Ну тот же спав Например Условно говоря Атаку Господи Ну вот чего это такое Я не знаю Ну не знаю Это короче Короче бред И Вот как бы Опять Команда Вокс Нет у них есть Раньше была Бесполезная штука Теперь это просто Ну теперь тоже Она бесполезная В смысле Но она стала Другой Другой Да Теперь вы на Аж на 120 дюймов Вы раздаете Да получается На 120 дюймов Свой ледачок Да Свой ледак И как бы Ну как бы У этих дебилов Тоже есть Справа фанатик То есть они могут Накинуть себе И девятый ледак Но учитывая Как у нас работает Сейчас мораль Скажу вам так Девятый вам Ледак Вообще не всрался Он вам Ничего вас не спасет Когда у вас в отряде Умерло 25 моделей Что у вас девятый Что пятый Ну вы спасете Пять моделей Причем я совсем не понимаю Зачем Вообще нужна Эта командная рация Если есть Пардон Следующий юнит Да Идмы такие Ну тоже Следующий юнит Конечно Это как бы Это не следующий Через один Да Ренегат Дисайплы Собственно Если вам было мало Дисайплов в хаманнике Вы можете взять их Отдельным чойсом Да Ну собственно Что я могу вам сказать Они могут взять Два спешла Или одну хвтшку Ну так же Они могут взять Эту икону Рацию У них есть Спецправила фанатик Ну как бы Понимаете Дисайплы Они никогда Не были нужны раньше Потому что Были альтернативы Поинтересней Да Сейчас они вам В принципе не нужны То есть Ну короче Чтобы вы понимали Это как Эгэшные ветераны Только которые Могут взять Два спешла Вообще себе А при том Что эгэшные ветераны Это знатные опущенцы В новом кодексе Да И то есть Ну как бы Чууууу Короче в целом Все что про них Ну рассказать нет смысла Потому что мы Рассказали про них Поверьте Поверьте Мы не хотим превращать Это в нытье Но как бы Персональный бугор Да Это как бы Насмехательство Над По сути Над Да это не насмехательство Это просто Очень ленивый Геймдизайн Ну нет Даже ленивый Был бы Ладно Короче сейчас Объясним Почему это не ленивый Даже А очень странный Это Ренегат Инфорсер Да По сути Что такое у нас Инфорсер Инфорсер Это наш комиссар Злой комиссар Злой комиссар Почему я говорю Что это не ленивый Ленивый Геймдизайнер Просто перенес бы Правила комиссара. Но нет! Им надо было покреативить. Понимаете, у инфорсера всегда была нерешаемая проблема. Он всегда был хуже комиссара. То есть вот в семерке он казнил модель. Раньше комиссар давал автопроход ледака на казнь. Ну, по-моему, он сейчас это делает, да? А этот чудило давал, пардон, рерол ледака. За убийство. Вот у вас, блин, полтинник. Вы потеряли 25 моделей. О, можно пореролить второй ледак. Да, да. Сейчас он стал лучше, конечно. Лучше, чем был. Но просто прикол в том, что, как бы, давай скажем, что вот есть комиссар. Как работает комиссара механика? Вы проходите свой ледак, тест, и если вы его завалили, у вас не умирает больше одной модели. Всё. То есть и вы даже можете, вот условно, например, у вас стоят эгэшники, вам могли, например, четырёх убить, вы проходите ледак, и у вас может вообще никто не умереть, а может, ну, в худшем случае умирает один. Притом комиссар, что важно, ещё шарит пузырём свой ледак. Обычно восьмой, а так девятый. Да. Это чудило, конечно, ничего не шарит. И просто вот как работает его правило. Если ваши ренегаты проходят в трёх дюймах от него мораль, они не проходят мораль, а просто до три модели умирает. Ну, как бы, если они её провалили. Нет, в том-то и дело. Вы не проходите мораль. То есть, вот, как бы, вот... О, Боже! То есть, у тебя, вот, знаете, да. Вы просто понимаете? Осознание человека в прямом эфире. Он был плох раньше. О, Боже. То есть, вот, вот... Ну, Миш, 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 ну, это просто какой-то трендер. Это просто, вот, то есть, сравнить, как бы, себе. Вот, понимаете, у вас... Как его зовут-то? Комиссар. Комиссар, да. Комиссар в худшем случае умирает Одна модель, а потенциально у вас никто не умирает В любом случае умирает Д3 модели А вы теперь понимаете, что Потеряв одну модель в отряде Вы вообще-то должны проходить мораль тест Да, вы может быть не можете провалить По хорошему, по правилам У вас, например, девятый ледак У меня убили одну модель, но я же не кину Д6 Хрен тебе там был Давай Д3 модели в отряде убирай Потому что прикол здесь в чем Вы даже выбрать не можете пройти свой ледак То есть если в трех дюймах от вас Казался вот этот вот Это худший ваш враг, понимаете Бегите, просто чарджите оппонента Возможно, комиссар так и должен работать Но нет, нет, нет Он просто, представляете, рандомный Болт-пистолет выстрелил Стойте, ублюдки Нет, нет Вот еще, представляете, ладно, рядом с ним Какие-нибудь там вот эти вот бомжи оказались Самые наши бичарские А представляете, огрины Или нет, ну даже ладно, хрен с ним Что более реалистично, рядом с ним оказались Эти Дисайплы те же, да Которые у нас как бы типа элитные чуваки Да, и представляете, вам одного дисайпла С рандомного болт-пистолета убивают Еще до 3 И вот такой один остался в отряде Такой, ребята, вы где? Куда вы делитесь? То есть как-то, ну я даже не знаю Это даже с точки зрения бэка тяжеловато объяснить Да, то есть как бы В целом, короче, вот я бы как бы сказал, что Ну его стоит очень Если его использовать То настолько аккуратно Потому что противник, если не дурак Он может начать этим пользоваться Вы, то есть если подставите отряды То есть находясь рядом с комиссаром Вы ничего точно не потеряете Находясь каким-то рандомным отрядом Рядом с инфорсером Вы случайно еще и грести можете Больше чем То есть вы от него потерь можете понести Больше чем от противника Восхитительно Лучшая модель И это второй опущенец У которого изначально не было кейворда Чартер Да, тоже поправили теперь Ну вот А, да Вишенка на торте-то Он стоит 30 очков Комиссар стоит 31 очко Ну вот Что? Как? Он ничем не лучше комиссара Ну ты так мягко сказал Ничем не лучше Знаешь, там могли бы дать опции Возможно какие-то у него были Да, у него раньше была наркота шикарная Раздать рейдж Да Теперь Он, видимо, такой злой Потому что больше шарится Ага, точно Да, у него ломка началась Он начинает просто руками маш Ненавижу вас всех Уродский кутист Он такой Остановись Пожалуйста Остановитесь Товарищ комиссар Он такой Поубиваю вас всех, мрази Вот Что там дальше? Дальше Мародеры А это такой юнит Это юнит Как бы Который вас заставляет Ваш мозг работать Когда вы понимаете Пытаетесь понять Что он вообще делает И такой Ты такой А, понял А тут тебе такое ГВ Нет, не понял Господа Понимаете Кодекс ренегатов В принципе Прочитало Ну, человек 10 Мне кажется Да Те немногие из них Кто поняли Что они прочитали Тут же полезли писать На фаусач Да что эти хаоситы Ноет Мародеры Вот такими Должны были быть ИГшные ветераны Нет Да И сейчас я вам объясню Почему Тут надо просто Прикол в чем Как последовательно Объяснять Просто вначале Типа пацаны Что Ну, по сути ИГшные ветераны Да Две атаки Две атаки В базе Третий ВСБС При том, что у них Еще есть этот Мародер Чиф Которого Две вунды А есть еще Можно взять Брута Вы не будете брать Но тем не менее У него три вунды Офигеть не встать Когда по сути Типа пацанов Вы выбираете Типа пацаны Типа пацаны Типа пацаны Но единственная Типа пацаны Типа пацаны Со снайперами Типа пацаны Типа пацаны Если уж вам так Приспичило Взять снайперки Ну возьмите вы Отдельный Вдетач С ратлингами Да Ну что Бэк нельзя Придумать что ли Что у вас Ратлинги Ренегаты Не предаются Так что в целом Опять Очередной Юнит Вроде есть Классная идея Но она Пошла Скажем так По бороде По бороде И тут бы нам Кстати пригодился Как раз Афинникат командник Который мог бы брать Четыре спешла Как эгэшный Ну четыре снайперки Но нет Но нет Да И кстати Небольшая хохма Вот смотрите Отряд мародеров Стоит 30 очков У них есть братишка Брут Брут Грубиян Который Ну типа Типа хтхшник Знаете сколько стоит Брут 30 очков Спасибо ГВ По моему он бьет Кстати а подожди А ты кое-что неправильно Нет Что Что Да Брут Ты уверен что он стоит чего-то Брут 30 Да Не правильно 30 очков Спасибо ГВ Вот главное У большинства моделей Вот сейчас у нас Вообще в редакции Есть когда разные модели Условно там Сержант например в отряде И он по сути стоит Столько же сколько Обычный пацан Да Тут у нас есть Брут И он вдруг неожиданно стоит В Пять раз дороже Чем один Остальной пацан Что Ну и как бы он бьет Если не ошибаюсь Кулачком Брутал осолт вэпн У него же четвертая сила Ну понятно Почему он так дорого стоит Нет непонятно Да Еще у них нету Кажется ковенанта Да У них нету Наемнички Ну короче Все Панели Панели Ледем дальше Дальше О Огрены Ух Значит вот Модельки Ренегата Огрена Классные Да Вообще топ Классные Вот эти там С киянками С кем-то кувалдой Самый лучший У которого на руке Дрель, да? Не, не дрель А какой-то перфоратор Что он отбойник такой Что надо проборить Модельки классные Раньше Они не особо играли Потому что у них был Совершенно конский ценник То есть типа С 60 очков модель У них вот привязательно Чтобы вы понимали Они были почти что Аналогом спавнов Но как бы спавн Во всем лучше Ну хотели на 6 Да Как бы нет Они там могли ФНП купить Четвертый сейв Я Уже там Когда умирала семерка Ну да, да Можно было Шоу летающих огренов Ну То есть у них был Дерьмовый мух Значит сейчас Один отряд огренов Разделили на 3 Потому что Ну форжа Фактически производит Обычных огренов Огрена Супряжки собак И Плаг огренов Кстати Плаг огрены Это по-моему Самый худший юнит В этом кодексе Но об этом позже Сначала все Достаточно неплохо У нас Огрен собачник По сути Короче что это Это Чувак Один Парень в пятой тофне Пятой С пятой силой С тремя вундами Обычный укрин Да И он ведет с собой Собак Три Три Песика У которых Пятая тофна Кстати по-моему У них не была пятая тофна Раньше Ну ладно Раньше была четвертая Да Пятая тофна Пятая сила Две вунды Тоже две атаки Как вам сказать Он может докупать себе Еще три атаки Три собаки дополнительные То есть суммарно шесть Можно Очень много собак Очень много собак Песики Песики повсюду Нравится песики Нравится песики Да Овен может себе докупать Свои Какие то там Оружия Которые я бы сказал Не очень полезные Какое там оружие Может докупать Ну он вооружен этим А он даже вооружен Не хоржен на себе Ну короче У него У него клешня Родная сила Минус один рен Д3 дамага И Такая палка Видимо Она шок Электрический наносит Собственно Это сила юзер Без ренда Без дамага Ну Один дамаг Если он внес ей вунду То собаки По-моему Реролят на пробитие Получает плюс один Тухит Ну так В принципе полезно Видно какая-то Учитывая что у них Они попадают Так на 4 плюс Теперь на 3 плюс Ну да Получше И лапки у них тоже Не простые А золотые Собственно Хотя такая фигня Если кто-то получил вунду От них То на морали Еще как бы считается Плюс один Ну может Как бы ладно Это Приятный бункт На халяву Чего бы нет У него есть Обычное Огринское спидправило Что на чердже Еще одна атака И Как бы Вот единственное Отличие Ренегат Огринов От обычных Это то что Они Ширяются Видимо Вот кто украл Наркоту-то У инфорсера У него Все Чтобы на собак Хватило Лучший животновод В галактике На самом деле Очень жадный Животновод Потому что он Таком по-моему Может Да Собственно Ну Вы Выкидаете Д6 Что-то типа На единичку Марталки Нет На единичку Он умер Восхитительно Передос Восхитительно С кем не бывает Собственно От двух до пяти Плюс одна атака На шестерочку Д3 Д3 Да Д3 атак Ну Ну как вам сказать Понимаете Огринов Целесообразно Сравнивают с Булгринами У Булгринов Есть дубина Извиняюсь Ищет Ищет Либо на четвертый Инволь Либо на второй Армор И как бы Вот да Булгрины Поднялись Как бы Относительно Все таки С этого С Марианской Впадины А вот Эти ребята Ну В принципе Остались Приведены тем Что они были В ренегатском кодексе Да То есть Ну Пешком Его куда-то гнать Он не дойдет Сажать его В машинку Ну и чего Да А как ты тем более Посадишь его В машинку Если собаки без ты Собаки без ты А пардон Вы не посадите его В машинку Да Вот Как бы Я не знаю В целом Короче Ну и сказать Даже про него Больше нечего Все Вот вам Один Огрин С собаками Вот все Что он может Да Стоит он Опять же Не дешево Так что Ну там Они дешевые Но собаки 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 Они дорогие Ладно Дальше Просто Просто Огринные Отличие В чем их Тут как бы Тот же Огрин Тот же профиль Отличие Только в оружии По сути Да Собственно У них булавы Да Огринские Да Булава Это Плюс 1 Минус 1 2 Профиль у нее Ну Нормальное оружие Так уж Огринное Да И можно Брать им Дрель Ух да Дрель Короче Это Десятая сила Минус 3 Д3 По технике Реролит 2 вунд Ваш злой сосед Да Да В 5 утра Дрелить Вашу ринку То есть просто Да Еще и дать Дрелить Реролом В целом Как бы Тоже Хорошее оружие Потому что Нет минус 1 2 хит Бьет лучше Чем Как бы Кулак Получается Да Опять же Плюс 1 Атака на черже Опять же Могут Ширануться Сейв Правда 5 Да И никаких щитов Конечно у них нет Ну то есть Но это не самый худший юнит Он неплохой Да То есть Ну их можно Троих посадить в Химеру Или в Валькирию И пусть летят Да Хоть что-нибудь там Может подерутся К кем-нибудь Тем более Все-таки Вундов у них По базе Получается По 3 на модель У босса 4 Да По 4 А в базе Их 3 Как бы То есть Ну какие Толстые ребята Нормально Как бы Но в целом Такой себе Ну просто Это просто Скажем так Юнит Который вы можете Просто поиграть В каких-то Обычных партиях Да Там что-то пофанится Поводить Ренегат Огрин Это хотя бы Не херня Которая убьет Сама себя Ну если вы конечно Там наркотой Не будете кидать У вас все сдохли Вообще А дальше Плаг Огрин Ну собственно Это тот юнит Который Собственно Борется за пальму Самого худшего юнита В этом листе С Ферфорсером Ну смотрите Это Обычные Огрин Ну Ренегат Огрин Без Сыва Ну уже такое Да Значит У них Немножечко другое Хатхашное оружие У них сила юзер Но Дамагани 2 А Д3 Да Причем Почему-то А нет Все верно Если ты не машинка То Реролл на Твун Также есть Наркота Также плюс 1 с чержа Есть забавное Спецправило Если он умер То Все юниты В скольки В 3 дюймах На 4 плюс Могут получить Морталку Ну не то что То есть он по хорошему Он взрывается Лучше чем любая техника Да Да Ну такой Друзья мои Вы не ослышались У них нет цива И да Это наверное Одно из вещей Многих моделей Вот в чем разница Например Спрашивали многие А почему у бокс-волкеров 7 плюс написано Ну объяснили Типа Если у вас 7 плюс Вы можете получить Плюс 1 И тогда у вас Типа Останется 6 Да Например А если у вас прочерк Вы получаете плюс 1 И как бы Ну 0 умножить на 0 Короче Он как бы Всегда 0 остается Что бы не добавлять Ты понимаешь Что ты неудачный Когда тебе даже ковер не помогает Да И еще как бы Дополнительное спецправило Это то что Они никогда не могут Получать бонусы От ковенанта А сами Всегда Имеют ковенант Нургла То есть 6-ой Гулят стрельбы Силы 4 И меньше Да Вот знаете Ребят Вот если бы они Взрывались Ну так Д6 Морталками Это был просто Я бы назвал Это был Можно ростер Назвать Ростер Назвался бы Аллах Бабах Где просто Вот куча этих Там как Роняете перед противником Они кстати Инфанты Их можно куда-нибудь Сунуть то хотя бы При том что Как бы Опять же Сами модельки Восхитительные Да Но вот Ну вот Как такое Можно написать То есть Если он идет пешком Он скорее всего Взорвется Где-нибудь Еще у тебя В диплое Еще тебе Морталки Если он Летит Ну это Его Игэшники Прикладами Забьют Ой Конскрипты Очень пострадают От одной Морталки Причем Самое Тупое Получается А Ладно Есть Один Один Маленький Плюс То что Хотя бы Эта сраная Обилка Не работает На всех У кого есть Нургл Но Нет Но в плане То что Это хотя бы Сам Если что Их можно брать В демном Нургл И эта Обилка Просто работает Каждый раз Когда умирает Модель То есть Модель А не юнит А их три То есть Если бы этого Не было прописано То у вас Короче Умирает Одна модель И морталки Растают Остальные Помог Такой Ребята Я умер Извините Потек Слегка Ну и Единственный Heavy Саппорт Который Как бы Не эгэшный Это Ренегейт Heavy Weapon Это будет Самый быстрый Обзор Юнитов История Макариусов Да То есть Это Такой Хороший Способ Для ХСМ Протащить Себе Макариус Вулкан Хотя Вы не сможете Его ничем Обмазать Потому что У нас Никто не комбится Ни с кем Это вообще Огромная Проблема Как бы Из Ренегатов Можно было бы Выжить Больше Если бы Их можно было Как-то Разогнать За счет ХСМ Или Дем Да Вот почему У нас Абаддон Не дотрировал Этим Хаос Вот так Казалось бы Он же Чемпион Четырех богов Да Но нет Недостаточно Чемпион Так что Вот ребят Что я вам могу Сказать в завершение Два момента Во первых Мы много Жаловались На то что Много чего вырезали По сути Из большинства Кодексов Вырезали очень много Но вот Спейсмарины Получили кодекс Почти совсем своим Обратно Уже сейчас Ренегаты Я не думаю Что могут ожидать Быстро Кодекса Но Есть вторая вещь ГВ говорит Что сейчас Мы как бы Фокусируемся На противостоянии Империума И хаоса И хаоситов Не так уж и много Да Как вы остает Да И собственно Вот эта вот Ложка меда В вашей бочке Дегтя Это то что Возможно Возможно Когда-нибудь В следующем году Потому что Сейчас мы уже знаем Календарь релизов Более-менее Нам что-нибудь дадут Да Но есть как бы И такое Чтобы не расслабляли Свои булки Стоит задуматься О том Что мы еще Не было Никакой вообще Информации По ИА Ни одного И как бы Потенциально Может мы окажемся В ситуации Когда у ренегатов Вообще никогда Не выйдет кодекса Ну Короче Их на столах Не было И вы их не увидите Да Кроме тебя Маленький психопат Который уже пошел Отпиливать пистолеты У своих культистов Да И брать эти Как его Маленькие Спичечные коробки Чтобы делать Из них самолеты Да Ладно Да А ну еще Единственное Ладно Скажем давай Применение Какое единственное Для них возможно На не Нормальную игру Вы можете К хаосу Любому взять Просто себе В ростер Отличный способ Протащить себе Виверны Да Они даже Без реролла Единичек Эгэшного Насыпят Дай боже Ну то есть Чисто в вакууме Как по мне Мы уже разговаривали Об этом Две виверны Стоят дешевле Чем ласпреду ХСМ А если Брать Без реролла Без всяких Рероллов То На самом деле Виверны По сути Будут больше навешивать Просто чем Да У нас нечем Достаточно Обмазать Хасидский Пред Как у Мара Поэтому Виверна Та же Без обмаза Ну нормально Она будет навешивать 70 очков Взял виверну Пошелся Наворачивать Ну или вот Как я уже говорил Можно извратиться И взять вулкан Макариус Там 30 выстрелов Что-то долетит Да Ну это мы сейчас дойдем И на этом мы Как бы заканчиваем Хорошо Хорошо посидели Поболтали Да Сейчас вернемся Поболтали Субтитры создавал DimaTorzok